Привет, друзья! Это IT News, новости из мира высоких технологий. С вами Диас Аркинов. Поехали! Нацелено на участки, где овощные культуры целенаправленно засеиваются, а затем прореживаются для оптимального расстояния между культурами роста и урожайности. Это особенно цены для фермеров, выращивающих любые листовые зеленые и кочаные культуры прямого посева. Для определения вредных растений устройство использует камеры на основе искусственного интеллекта. Несмотря на высокую стоимость в 1,2 миллиона долларов, производитель утверждает, что этот робот окупит себя за 1,5-2 года. Устройство призвано повысить эффективность, снизить зависимость от химикатов и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Японские астрономы заявили о возможном существовании планеты, похожей на Землю. Астрофизики из Университета Кендай и Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили возможные свидетельства существования землеподобной планеты, расположенной в поясе Койпера. В своей статье, опубликованной в Astronomical Journal, Патрик София, Ли Кавка и Такаши Ито описывают свойства пояса Койпера, которые, по их мнению, согласуются с существованием планеты ненамного больше Земли. За последние десятилетия несколько исследований подтвердили теорию о возможном существовании девятой планеты на окраинах Солнечной системы. В этой новой работе исследователи предполагают, что, возможно, есть планета гораздо ближе, а именно в поясе Койпера. Ну и напоследок создана электронная перчатка, имитирующая шупальца осьминога. Исследователи из Технологического института Вирджинии создали октоперчатку с резиновыми присосками, способную прилипляться к любым поверхностям и предметам. Встроенные оптические датчики и микроконтроллер регулируют силу присасывания и предвосхищают намерения руки. Перчатки имеют резиновые ножки, покрытые мягкими активируемыми мембранами. Они имитируют присоски осьминога. Набор оптических датчиков приближения микроледара своевременно обнаруживает близлежащие объекты и передает сигналы в микроконтроллер, который управляет поведением синтетических присосок, адаптируя их степень сжатия и давления. Октоперчатка может поднимать не только мелкие, но и крупные предметы вроде тарелок, коробок. Причем пользователю не нужно сжимать пальцы. Ученые предполагают, что их перчатки найдут применение не только во всех видах подводных работ, но и в быту астронавтов на МКС в условиях невесомости.